26 января на 83-м километре автодороги А104 Москва-Дмитров-Дубна рядом с посёлком Морев и сотрудники 2-го батальона 1-го полка ДПС Северный провели оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса» и «Пешеход». В целях усиления профилактической работы направлено на снижение количества и тяжести дорожных транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов. На территории обслуживания 2-го батальона ДПС 26 января 2023 года проводится профилактическое мероприятие «Пешеход», основной задачей которого является профилактика и пресечение нарушений как со стороны водителей и транспортных средств, так и со стороны пешеходов в требовании ПДД при проезде и переходе нерегулируемых пешеходных переходов. Автомобиль – это источник повышенной опасности, поэтому пренебрежение правилами дорожного движения может привести к непоправимым последствиям. Государственная автомобильная инспекция напоминает, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан вступить дорогу пешеходам, переходящим в проезжую часть или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилась или снизилась скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств должны также снизить скорость или остановиться и продолжить движение только после того, как они убедятся в отсутствии пешеходов на пешеходном переходе. При переходе дороги, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости в ненаселенных пунктах пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечить видимость этих предметов для водителей, которые передвигаются по проезжей части. За время проведения профилактического мероприятия «Пешеход» было проверено 27 пешеходов. В том числе на четырех из них составлены административные материалы по части 1 статьи 12.29 «Нарушение правил дорожного движения пешеходам». Один материал из четырех был составлен за отсутствие свето-возвращающих элементов на одежде при движении вдоль проезжей части вне населенного пункта. Еще одно мероприятие, которое провели сотрудники 2-го батальона 1-го полка в этот день – это встречная полоса. Основная задача данного мероприятия – это проведение действий, направленных на профилактику и пресечение грубых нарушений ПДД при осуществлении маневра обгона. Государственная автомобильная инспекция напоминает, что обгон – это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанных с выездом на полосу встречного движения и последующим занятием ранее занимаемой полосы. Водитель автотранспортного средства при совершении обгона обязан учитывать большое количество различных факторов. В первую очередь, до начала обгона водителю необходимо проверить дорожные знаки и разметку, убедиться в том, что они не запрещают данные маневры. Во-вторых, водителю необходимо убедиться в отсутствии помех для безопасного и быстрого обгона, оценить дорожную обстановку, интенсивность потока, скорость движения автомобилей в обоих направлениях, убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна для достаточного для обгона расстояния, учесть возможность появления пешеходов на проезжей части и иные факторы, а также погодные условия. Только после выяснения и оценки всех указанных факторов водитель может принять решение и приступить к данному маневру. За время проведения оперативно-профилактического мероприятия встречная полоса сотрудниками 2-го батальона было проверено 7 автомобилей, составлен 1 административный материал по части 4 статьи 12.15 выяснен нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения.